Здравствуйте. День добрый. Кирилл подготовил почву хорошо. Расскажу о том, как был, собственно, готовился пример в TinyPDF Viewer, который был упомянут Кириллу, и некоторые особенности по рендеру, картиночек, отображению. Как было сказано ранее про Aurora, что для разработки там доступны GCC, Make, Qt, 5.6, а также QML с своей библиотекой Silica. Что нам это дает? Это дает, собственно, переносимый код, написанный на Qt, который можно собрать много любви. Для чего же используется PDF? PDF, распространенный формат, используется во многих офисных пакетах, в средствах электронного документа оборота, почтовых программах, читалках и так далее. Периодически приходят запросы от партнеров, как же им отображать PDF-документы в своих приложениях, что для этого нужно сделать, какие библиотеки предоставляет Aurora, либо в случае, если не предоставляет, что им нести с собой. Для того, чтобы показать партнерам, что нужно им делать, был, собственно, разработан пример. TinyPDF Viewer. Как пример приложения, работающий с форматом PDF, в качестве обычного PDF-просмотрщика. Соответственно, распространяется он под BSD 3. Что ему нужно? Какие требования предъявляем? Во-первых, работа с файлами. Разумеется, загрузка документа, сохранение в случае его изменения, получение всякой метод информации о том, автор документа, версия PDF, в которой документ сохранен и так далее. Получение информации о страницах, сколько страниц, размеры страниц и прочее. Также Viewer должен, разумеется, рендерить как отдельную страницу, так и коллекцию страниц с возможностью зуммирования, муштабирования. Должен поддерживать навигацию, отрисовывать ссылки, аннотации, заметки. Должен по ссылкам переходить. Также было бы неплохо, чтобы предоставлял возможность добавить свою заметку к какому-то участку документа. И очень хорошо, если предоставит выделение текста. Немножко о самом формате PDF. Сам формат PDF довольно-таки сложен. Там у него 1700 страниц свежего описания. Состоит из всякой кучи ссылок между собой, связанных. Самим реализовывать работу с этим форматом – это бесполезно. Нужно очень много времени и сил потратить на то, чтобы такое решение выпустить. Следовательно, нужно использовать какую-то библиотеку, которые доступны сейчас с учетом специфики. Это C++, желательно Qt и так далее. На данный момент есть три подходящие библиотечки. Это Poplar. Он есть в системе Aurora. Сейчас его можно использовать, но его лицензия, как уже было в предыдущем закладе сказано, не подходит многим партнерам. Также на рынке присутствует MU-PDF. Он позиционируется как очень быстрый и очень качественный, при этом очень легковесный. Но при этом он опять-таки распространяется под неподходящие для нас лицензии. А также есть PDF-ю, который разрабатывается Google, входит состав Chromium, что плюс, так как он активно поддерживается, распространяется под лицензии, подходящие для нас. А также по скорости рендера он быстрее, чем Poplar. И очень качественно рендерит. Для интересующихся по ссылочке у нас статейка с сравнением этих библиотек по скорости рендера, по качеству рендера. Итак, что же нам предложит интернет в качестве решения на основе PDF-ю, чтобы можно было удобно встроить его в наше приложение. Во-первых, есть официальная обертка от Qt, Qt PDF, но у него есть свои минусы. Во-первых, лицензия, во-вторых, она доступна только с версии 5.9. Также есть старый проект под названием Qt PDF-ю. Под хорошей лицензией подходящей распространяется, но большие его минусы, что он нынче не поддерживается. Последние коммиты 3-4 года назад в репозитории были. А также он завязан на непубличной API, то есть он дергает некоторые методы, прям с ногами залезая во внутренности PDF-ю. И у него крайне ограниченный функционал. Он может только открыть документы и отрендерить целую страничку. В принципе, и все. Соответственно, раз нет готовых решений, надо что-то написать самим. Для начала немножко особенностей работы с PDF-ю. Представляет PDF-ю опи в стиле C. То есть он оперирует сырыми указателями, возвращает эти указатели, принимает на вход свои функции, тоже эти самые сырые указатели. То есть для более безопасной работы это желательно либо следить как следует, либо доверить всю работу на указателе. Также он однопоточен. Если попробовать работать с PDF-ю, даже в рамках одного открытого документа с разных потоков, то есть пытаться рендерить одновременно несколько страниц, он упадет. Можно, да, сделать какую-нибудь единую точку доступа к PDF-ю, в ньютексами обвешаться, но будет очень плохо. Будет много фризов. Соответственно, удобнее написать очередь задач, которая будет обращаться с PDF-ю в одном потоке, а для того, чтобы не было фризов, и чтобы не ждать возвращать к QF, на сигнал которого Qt может подписаться. Итак, чтобы отобразить одну страницу, в страны QML, можно идти тремя путями. Во-первых, можно реализовать на C-строне свой имидж провайдер, который будет для рендера дергать методы PDF-ю. Но у такой реализации есть большой минус, это фризы UI. То есть на время, пока PDF-ю рендерит, UI может очень сильно затормаживаться. Можно, да, реализовать асинхронный имидж провайдер, но все равно возникают фризы на этапе получения отрисовки самого изображения. Можно использовать QQ Paint Item. Достаточно просто в реализации, также можно вынести в принципе рендер в отдельный поток, но при вызове апдейта у Paint Item и рисовании в Painter тоже заметны фризы. Так что лучше всего использовать QTSN Graph. Также, как и в предыдущем случае, можно вынести рендер в отдельный поток, но подписавшись на сигнал до обновления экрана, можно текстурку сгенерить сразу и в апдейте просто подсунуть эту текстуру, уже готовую. То есть фризов здесь фактически нет. Также при отрисовке страниц есть некоторые нюансы. Во-первых, если целую страницу мы рендерим, как она есть, то в случае зуммирования мы можем упереться в аппаратное ограничение видеобуфера. То есть вот для примера, на телефончике Inure 7 это 4096 пикселей на одно из измерений. То есть если изображение превышает это значение, то вместо имиджа будет черный квадратик и ошибочка. Соответственно, целую страницу с учетом зуммирования лучше рисовать тайлами. То есть разбивать целую страницу на некоторые кусочки и каждый кусочек отдельной рендерики подставлять в нужное место. У такого метода есть минус, что тайл пока не отрисуется, на его месте будет пустота. Там, где он должен быть. Для этого можно в принципе заполнить изначально весь тайл однопиксельным имиджем белого цвета, то есть как подложка. После того, как отрисовали страничку, стоит вопрос, как же нам отрисовать коллекцию страниц? То есть привычный всем нам PDF-документ. Есть, Qt предоставляет, да, стандартные вьюхи, лист, вьюгрид, вью и так далее. Казалось бы, что сложного, берем модель со страничками, делаем и подставляем туда. В качестве делегатов берем картиночки. Но не все так просто со стандартными вьюхами. Во-первых, страницы PDF, они не всегда все одного размера в документе. Даже с виду одного размера страниц, они плюс-минус в пиксель могут убегать. А так как наш лист-вью, тот же самый, оценивает общий размер всего документа на основании только страничек в кэше, которые есть, на основании их среднего значения, у нас пропадает возможность точной навигации. Объясню. Взяли, допустим, у нас в кэше три страницы одного размера. Мы хотим перепрыгнуть на 28-ю страницу. А были у нас между ними, например, страницы другого размера. А так как лист-вью оценил по первым трем страницам, он уходит неизвестно куда. То же самое при простом скролле. Эта ошибка накапливается и позиционирование все сбивается. А если пытаться еще резумировать это все дело, там становится все очень плохо. Следовательно, стандартное представление не подходит. Значит, нужно написать свой компонент, который будет соответствовать всем нашим ожиданиям. То есть он будет корректно отрисовать документ, как он есть, будет также поддерживать навигацию произвольную в любое место документу, точное, обрабатывать страницы разного размера, даже в одном документе разного формата и так далее. Также отвечать будет за обработку пинт-жестов для того же зума и так далее. Плюс хочется, чтобы наша вьюха отрисовывала аннотации. Аннотации отрисовывать проще на уже отрендеренное изображение страницы, накладывая сверху свою геометрию. И опять же, эти же аннотации ссылки, они сами обрабатывают свои события кликом и генерируют события. То есть если это переход на определенную страницу, он может сгенерировать события, что мы хотим на эту страницу. Либо ссылка URL открыть. То же самое с заметками. Заметки могут содержать цвет, какой-то контент, автора, кто ее создал и так далее. Отрисовываются аналогично, как и аннотации. Следовательно, рождается некая архитектура нашего вьюера. Во-первых, AmperPDF это компонент библиотека, которая будет напрямую взаимодействовать с PDF-фиумом, то есть будет брать всю информацию о страницах, о документе, брать рендеры и возвращать уже готовые картиночки, оглавления, списки, аннотации, заметок и так далее. Следующий слой это плагин, который будет непосредственно встраиваться в приложение и предоставлять вью, который мы хотим. она будет предоставлять простой email-интерфейс, также отрисовывать все тайлами. И собственно сам вьювер, который будет служить оберткой для плагина, то есть он будет предоставлять например список файлов, при выборе которого мы будем переходить на вью. На данный момент все три компонента готовы, выложены, по ссылочкам можете перейти, найти там код открытый, готовый со всей историей. Так что к текущему моменту вьювер готов, он поддерживает как вертикальный скролл, так и горизонтальный скролл, как на скриншотах, поддерживает отрисовку аннотаций, как опять-таки на скриншоте, масштабирование, зум, рисует все тайлами, с аннотациями, заметками да, он взаимодействует, но можно спокойненько кликнуть по какой-то ссылке и перейти куда она показывает. На текущий момент он включен в состав Аврора 4.0.2 как стандартный просмотрчик ПДФ. По дальнейшим планам его развивать это добавление своих заметок, также редактирование заметок и выделение текста. А электронная подпись поддерживается? На данный момент нет, но добавим. То есть в планах есть? Это ваш специализм. Вопрос был по электронной подписи. Да, есть еще? Правильно. У меня есть вопрос такой. у вас поддержка встроенных в ПДФ видео есть? Пока нет. Но планируется, Возможно в будущем добавим. Ясно, спасибо. По планам это пока первая ласточка, первый релиз, так сказать. Остальные фичи будут уже добавляться по мере потребностей партнеров. То есть сейчас есть потребность в заметках работать с заметками, то есть будут добавлены они. Если будут запросы на поддержку видео и прочего контента, будем уже добавлять ее. Скажите, пожалуйста, я слышал, что ПДФ не поддерживает многопоточность. Соответственно, что у меня одно ядро на телефоне, на компьютере 4, будет страничка одинаково рендериться по времени. Да. Вот может вы не думали тогда, может есть способ загрузить одновременно несколько экземпляров в библиотеке? Может товарищи системные программисты что-то об этом знают? Можно, да, причем ПДФ они сами настаивают на использовании многопроцессности, но на мобильных девайсах мы поэкономим лучше памяти ресурсов. Ладно. Еще вопросы коллеги? Матросов нет вопросов? Спасибо. Вам спасибо.